Одно дело, когда жилье, например, вследствие пожара или наводнения можно восстановить, другое, когда оно полностью утрачено. А ведь если бы была страховка, пострадавшие знали бы, что не останутся без защиты. А защита – это получение страховой выплаты. Это нужно. Это помогает не только оградить себя от этих возможных рисков, но и, по крайней мере, встать на цивилизованный путь сохранения своего имущества для себя и для близких. Вот эта программа, которая с 2015 года реализуется, она возникла не на пустом месте. В Краснодарском крае произошло масса всяких стихийных случаев, чрезвычайных ситуаций и так далее. И люди, которые были не подготовлены в один миг все потерять и так далее, очень часто говорили, а мы не знали. Раньше была обязательная система страхования, теперь сам человек выбирает обезопасить себя от возможных рисков или жить, надеясь на то, что ничего не случится. Сейчас, например, в Сочи чуть более десятка страховых компаний, но какую из них выбрать? Люди, конечно, доверяют той, которая работает не один десяток лет и имеет хорошую репутацию. Приходят сначала просто на консультацию. Ну, во-первых, ознакомиться с правилами страховых услуг. Ну и в будущем, конечно, страховаться, потому что сейчас жизнь такая непростая. И нужно понимать, что есть какая-то гарантия, что если что-то случится, что страховая компания заплатит. Более того, существует разработанная Краем с 2015 года единая программа страхования жилья, и по ней в Сочи работает только одна страховая компания. Именно она и оплачивает 70% возмещения ущерба, 30% краевой бюджет. Кстати, в офисе достаточно много клиентов. Это говорит о том, что люди задумываются о будущем. На страхование, конечно, не стоит экономить. Надо об этом задумываться. Я просто повторюсь, да, тем более в тяжелое время. Потому что потерять большую сумму стоимости квартиры в миллионах исчисляемую, либо стоимости машины, или, не дай бог, какие-то проблемы со здоровьем, да, деньги всегда нужны в тяжелое время. И поэтому мы рекомендуем и призываем жителей нашего города все-таки обратиться и задуматься о том, что страховаться необходимо. Да, и для этого созданы сейчас все условия вместе с администрацией города и с администрацией края. Влада Луценко давно клиент страховой компании и говорит, не зря приобретала ежегодно страховой полис. Случилась беда и помощь как никогда оказалась кстати. У нас произошло возгорание в квартире. Пожалуй, был не сильный, но задумление, копчение. Мы нанесли ущерб соседям, то есть, конечно, это была очень неприятная ситуация. Обратились в страховую компанию, но вот за два месяца практически мы решили наш вопрос, получили выплату и дружны с соседями, и восстановили свою квартиру. И все у нас сейчас в порядке, мы довольны. О том, чтобы обезопасить себя от возможных рисков, не раз говорил глава города Анатолий Пахомов. На очередном сходе граждан в микрорайоне Донской он привел в пример сгоревший дом в Лау. Всем нужно рассказывать, страховаться надо. Пожар случился, страховаться надо. Что происходит? Люди не страхуются, погорят, а потом идут ко мне. Но оказать всем помощь муниципалитет не в силах. Более того, тратить бюджетные средства на частную собственность запрещено законом. А справиться с бедой порой помогает обычное страхование, тем более, что страховой полис не стоит больших денег. Например, по краевой программе стоимость страхового полиса квартиры 900 рублей в год, а максимальная сумма выплаты полмиллиона рублей. Застраховаться можно и на большую сумму, соответственно, будет и более крупное возмещение.